Магазин хутра та шкіри Зена даёт старт новоречным дивам. Коли неможливе, стає можливим. Такі ціни є тільки в касті і в магазині Зена. Куртки та шуби, жіночі та чоловічі, доступні, як ніколи. А до 15 січня діє новоречна акція. При покупці норкової шуби куртка в подарунок. Яворницького 102. Зена. Для вас та ваших близьких. Приветствую вас. Вновь свою работу начинает студия прогноза погоды. Каким будет 11 день января? Расскажу вам я, Николай Дитенко. Согласно данным синоптиков, среда выдастся морозной. До 9 градусов ниже нуля. Лишь в южных областях предвещается преимущественно плюсовая температура воздуха. Небосвод в этот день будет покрыт густыми облаками. Однако не исключаются и кратковременные прояснения. Теперь предлагаю рассмотреть синоптическую картину в регионах детальней. В Центральной Украине суточные температурные показатели составят от 6 до 1 градуса мороза. Помимо облачности, жители региона ожидают ночной туман. Небольшой снег пройдет в Полтаве в утренние часы, а в Кропивницком – после заката. На юге страны термометры в течение суток покажут от минус 7 до 5 градусов со знаком плюс. Облака покроют небо над регионом на целый день. В Херсоне и Одессе ожидается мокрый снег, а в Симферополе – дождь. Партнер прогноза погоды – магазин меховых изделий «Мира». Подарите себе мягкую и теплую зиму. И возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 6-14 градусов со знаком минус. Здесь переменная облачность также предвещается на протяжении всего дня. Небо прояснится ближе к вечеру лишь во Львове. В Ивано-Франковске в предрассветные часы и на закате ожидается туман. На севере страны минимальная ночная температура воздуха – минус 11 градусов, а максимальная дневная достигнет отметки минус 2. Весь день жители региона смогут наблюдать облачность с прояснениями. В Сумах и в Житомире ночью возможен туман, а в Чернигове в эти же часы прогнозируется снегопад. На востоке небо в течение дня будет проясняться гораздо чаще, чем в других регионах страны. Однако жителям восточных областей все же не удастся избежать снега и дождя, а на термометрах здесь можно будет увидеть от 6 градусов мороза до 2 градусов тепла. 11 января отмечается Международный день «Спасибо». Эта дата напоминает нам о том, что слова благодарности обладают магическими свойствами. С их помощью люди дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции. Умейте быть благодарными. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области в ночные часы температура воздуха опустится до 2-4 градусов мороза, а днем составит 0-2 градуса. Перед рассветом в областном центре ожидается туман. Зимний небосвод порадует жителей области периодическими прояснениями. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 3-4 градуса мороза, а в полуденные часы они поднимутся до минус 2-0 градусов. Небольшие облака будут закрывать небо на протяжении всего дня, а уже в вечернее время принесут в Славянск и Мариуполь снег и снег с дождем. В Днепропетровской области после полуночи ожидается минус 4-6 градусов, а в дневные часы от минус 2 до 0. Небольшая облачность к вечеру приведет к снегопадам в Днепре, Павлограде и Кривом Роге. Возможно, метель. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. С началом дня в Киев придут отдельные снегопады. При суточной температуре воздуха от 2 до 6 градусов мороза прояснений на столичном небосводе не предвидится, но возможен туман. Это была вся информация о погоде на среду 11 января. Счастливого вам дня и до встречи в нашей студии. Продолжение следует... Продолжение следует...